Добрый день, меня зовут Белова Светлана, я директор по специальным проектам издания IT Channel News. И сегодня у меня в гостях человек, которого, если честно, впервые за все время, которое я веду интервью, я не знаю, как вам представить. Имя я знаю, это Алексей Мельников. Здравствуй, Леша. Добрый день, так и представляете. Ситуация неоднозначная, потому что предыдущее интервью, которое мы брали с Алексеем, которое мы делали с Алексеем, я тогда брала интервью у генерального директора компании Marvel Distribution. Это было в 2021 году, специально подняла, реально думала, что гораздо раньше, потому что произошло столько событий и внутренних, и внешних, и внутри вашей компании, что мне кажется, что прошло уже лет пять с того интервью, но оказывается, это конец 2021 года. И поменялась не только структура, не только направление, по которому вы работаете, но и название компании. И вообще холдинга. Давай начнем с того, как тебя представить. Меня нужно представлять, как самый ярый последователь теории относительности Эйнштейна. Прекрасно. Потому что, видишь, два года прошло. Для кого-то это много, для кого-то это мало, у кого-то целая жизнь поместилась. На самом деле есть официальное номинование, которое в таких случаях используется управляющий партнер группы компании F+. По сути, я так и остался тем, кем был. Я Алексей Мельников. Отвечаю за развитие группы компании ныне F+, которая в себя включает Marvel дистрибуцию. А форма, она, в общем, может быть разной и любой, потому что изменения, которые происходят, они, в общем, будут происходить и не только в компании. Я, прежде всего, про мир говорю. Раньше Россия смотрела, была стратегическим партнером Европейского Союза. Крупнейший стратегический партнер с Европейского Союза. Сейчас мы крупнейший стратегический партнер Китая. Ну, в общем, первый пример. Второй пример. Раньше с КНДР и Ираном мы старались поменьше ручкаться, потому что были санкции. И мы боялись, что нас от чего-то отключат. Сейчас нас отключили, и вдруг выяснилось, что Иран и КНДР – это вообще наши заклятые друзья. Причем не заклятые друзья, это прям преданные друзья. И на самом деле вот эти трансформации, они будут происходить, поэтому вопрос в нем в названии. Вопрос в том, что мы из себя представляем. Сейчас мы трансформирующийся IT-холдинг, который просто из дистрибуции пытается, в общем, вырасти в нечто большее. Мне, ну, я видела вашу структуру, которая у вас, структура холдинга, она очень разветвленная. Давай ты своими словами расскажешь, что у вас происходит. Ну, все просто, да. Есть краеугольный камень Marvel-дистрибуции. На самом деле в 2019 году, чуть раньше, если смотреть формально, основные события начали происходить в 2019 году. То есть до пандемии. Да, до пандемии. И к 2019 году мы пришли с пониманием, что должна быть некая стратегия. Опять же, насколько стратегия может быть долгосрочной. Так вот, с 2019 года нашей долгосрочной стратегией было сотрудничество и развитие сотрудничества с китайскими партнерами нашими. В результате, по состоянию на текущий момент, мы, я, в общем, как бы готов с цифрами посмотреть. Если мне кто-то объяснит, что это не так, я, ну, прям, будет действительно хорошо. Я люблю догонять. Удерживаться всегда тяжелее на ведущих ролях. В общем, мы в настоящий момент номер один по импорту и по дистрибуции, и по партнерству, самое главное, с ведущими китайскими производителями в части Вычтеха. Пожалуй, неохваченным является крупная бытовая техника. Во всех остальных сегментах потребительская электроника, проектный бизнес, бытовая техника, средняя и малая. Соответственно, смартфоны. Это у нас вообще все. Мы являемся номер один китайских партнеров. Соответственно, именно тогда, когда мы стали сознательно выбирать для себя разворот на восток, и случилось некое понимание глобальное, как это побочный эффект от мышления, это появление, кроме основной линии, еще массы других положительных моментов. Точнее, это все риски, но, тем не менее, вопрос, как с ними работать. Ну, ты любишь работать с рисками. Она, правда, лучше. Так вот, если мы говорим про, соответственно, побочные открытия, пока мы размышляли о стратегии, выяснилось, что дистрибуция все же таки будет трансформироваться, будет трансформироваться сильно. И более того, рынки будут закрываться, поэтому структуры рынков будут меняться. И было дело, я как-то рисовал картинку про четырех всадников апокалипсиса, когда я разрисовал структуру потребительского рынка, объясняя своему партнеру и, в общем, объясняя команде, а что будет. И сверху он рисовал такой большой черный кружок карандашом, написал четыре всадника апокалипсиса. И их наименование. Wildberries, Ozone, Sbermega Market и Яндекс. Да простят меня коллеги. Я вот совершенно в произвольном порядке их расставил, не с точки зрения значимости их на рынке. Но вот это явление, которое у нас есть, когда у нас, как обычно, своя поисковая система. Собственно, у нас уникальная ситуация. У нас даже поисковик изначально был не один, свой несчастный Google никак не смог стать номером один. То же самое с маркетплейсами. У нас везде так. И это прям хорошо. Потому что мы очень нестандартны. И в этом смысле традиционная дистрибуция у нас не выглядит, как традиционная дистрибуция. Дистрибуция – это механизм. Дистрибутировать можно все, что угодно. Если механизм работает, можно продавать все, от детских пеленок до тяжелого IT-оборудования и спутников. Но вопрос, куда двигаться, и что ты делаешь на самом деле. Но вот два года назад мы как раз с тобой начинали говорить про всадников апокалипсиса. Ты говорил, что вы выходите сами на маркетплейсы, будете этим заниматься. Вы начали сами развивать розницу. Да. Вот. То есть вот 20-й год принятия решения, 21-я реализация. Да, 21-й. Мы как раз с тобой это обсуждали. Это уже у вас было запущено. И это, ну, давай говорить честно, вы, наверное, далеко не первые, кто это сделал, да, вот стал расширять дистрибуцию. То есть очень долго Марвел-дистрибуция была именно дистрибуцией. Вот прям. И вот эти вот уходы в другие направления – это было, ну, что-то такое для вас новое, но не новое на рынке. Что сейчас у вас в этом, вот в этих направлениях? В настоящий момент мы переживаем третью реинкарнацию все с марта розничной сети. Я тебе напомню, что изначально розничная сеть не должна была быть у нас широко распространенной. Это были шоу-румы, где мы знакомили потребителя с китайской продукцией. То есть надо потрогать трогатый пылесос, умную лампочку, розетку, светильник, что угодно, камеры. Да, я буду открыть. Ну, опять же, в 21-м году, когда мы с тобой разговаривали, мы не представляли себе, что… Будет 22-й. Нет, мы представляли, что будет 22-й, и все надеялись дожить. Более того, некоторые представляли, что он будет очень непростым, но при этом, при всем, мы себе не представляли, каким он будет на самом деле. И естественно, что когда случился 22-й год, точнее, случился даже не февраль, не март, а апрель, когда мы прям, правда, увидели, что уходят с рынка ресторы. Ну, окей, не ресторы, давайте так. Эппл с его фирменными магазинами, потому что теперь все это параллельный импорт. Сони, Самсунг, Элджи и так далее, и так далее, и тому подобное, возник вопрос, а кто этот вакуум будет заполнять? Можно ждать турков, можно ждать партнеров из Пакистана, Ирана, не знаю, откуда угодно. Можно даже из Казахстана ждать. Вопрос был в том, а что можно предложить? И мы к этому моменту имели очень хороший опыт работы с нашей программой приоритетных партнеров Xiaomi. Это региональные каналы, фермаги так называемые. Соответственно, мы решили, что почему бы, собственно, нам бы не попробовать замахнуться на Вильяма нашего Шекспира, не построить федеральную розницу. Более того, нет задачи построить свою федеральную розницу. Для нас это, еще раз повторю, это место, где встречается потребитель и качественная китайская техника. Она, правда, качественная, она, правда, функциональная, она передовая во многом. Но, еще раз, в 2018 году мы все ходили с пылесосами, которые были прикованы к стене проводом. Сейчас вместо нас пылесос ходит сам с собой. Вчера была презентация Dreamit. Презентовали, в общем, премиальную линейку пылесосов, которые могут две недели обходиться без человека вообще. Сам менять моющих, сам менять воду, сам сбрасывать мусор. И убирать достаточно хорошо. То есть, как бы, казалось бы, разговор об этом в 2017 году, но либо меня сочли бы сумасшедшим, либо бы придурком, либо бы визионером. В общем, как бы, это реальность. Это то, куда идет мир. Так вот, для нас сейчас все смарт. Это розничная сетка. У нас будет порядка 70 точек в этом году. Мы запускаем первую франшизу. И мы хотим, на самом деле, дать возможность предпринимателям, которые остались без фермагов, развивать некую понятную бизнес-модель. Потому что мы здесь, в отличие от многих других, не ограничены своей жадностью. Ну, то есть, мы дистрибьютор. Если у нас будут партнеры, мы им будем грузить так же, как грузили. Мы дистрибьютор. Мы даем им стандарт, мы даем им технологию. Почему бы и не замахнуться? Мы в любом случае рассматриваем сейчас этот инструмент как продолжение руки дистрибуции. Это то, что мы предлагаем нашим партнерам-вендорам. Потому что, опять же, мы... Вот как выводить новый продукт? Ну, надо где-то его пощупать. То же самое, когда мы говорим про D2C, direct to customer. Соответственно, в определенный момент появились маркетплейсы. Начался хаос, толпотворение. И, в общем, как бы все побежали становиться селлерами на этих маркетплейсах. Возникает вопрос, почему нам самим не быть игроком на маркетплейсе. Мы стали номером один, уверенно. Если в среднем брать по больнице, то мы крупнейшие в совокупности. Где-то мы безговорочно входим в топ-3. Где-то мы входим в топ-5 из четырех. Но вот если по совокупности брать, то среди и всех дистрибьюторов, и всех реселлеров или селлеров, как говорят на маркетплейсах потребительской электроники, мы номер один. То есть у тебя сегмент потребительской электроники? Нет, это только одна нога. Мы развиваем... Ну, номер один. Номер один, это, конечно, в потребительской электронике, это маркетплейсы. Мы сейчас разговариваем с нашими коллегами, и за это огромное спасибо за теми, кто руководит маркетплейсами, о том, чтобы все-таки развивать B2B-шное, а не только B2C-шное назначение, направление, соответственно. Но здесь мы будем развиваться вместе с маркетплейсами, потому что... Такая история такая, что очень многие реселлеры, системные интеграторы, я помню, на разных мероприятиях очень сильно ругались на Яндекс.Маркет, говоря, что они им сбивают цены, они им не дают нормально. Ну, когда на Яндекс.Маркете появляются там сервера из HD и так далее. Вот ты представляешь, ты как это, боксер, да, чемпион в прошлом. Ну, все, значит, у тебя... А вот хороший, кстати, пример не из бокса. Хороший пример из Формулы-1, мои любимые. Был Михаил Шумахер. Был. Нарицательное имя. Шумахер, гонщик, все. Вдруг появляется Феттель, вдруг появляется Хэмилтон, и до определенного момента Шумахер был семикратным чемпионом мира, единственным, а потом Феттель, а потом Хэмилтон. И вот как бы вопрос заключается в том, что если бы он мог, к сожалению, Шум не может, а бы очень хотелось бы посмотреть, он должен был бы встать с дивана и сказать так, парни, сейчас мы все-таки определимся, кто тут лучший, выйти на трассу и в свои 40 с плюс, показать, что такое этим молодым выскочкам. Вопрос в том, что маркетплейсы обстряхнули рынок. Они заставили всех снова встать с дивана и пойти заниматься работой. Да, это тяжело. Там вопрос не в интеграторах. Слушай, интеграторы, они в другой, у интеграторов свои проблемы. На самом деле, отрасль интеграторов, это прям не то, что алый океан, он багровый. А вот реселлеров, да, маркетплейсы встряхнули, и хорошо, что их встряхнули. Хорошо, что нас всех встряхнули. Не было бы наших маркетплейсов. Ну, в общем, как бы у потребителей точно в 22-м году было бы сложнее с приобретением товаров. Давай вспомним о том, что, опять же, наши же маркетплейсы, в общем, как бы подхватили трансгран, да, трансграничные операции. Да. Наши маркетплейсы организовали доставку. Ну, как бы, да, понятно, что им помогала вся отрасль, да и там, и министерство, и ведомство, и ассоциации, и дистрибуторы, и производители, но при этом, при всем, если ты хотел, что купить в марте, феврале, мае и 22-го года, декабре и сейчас, ты, в общем, на маркетплейсе все это найдешь. ДНС и на видео тоже молодцы, которые перестроились, это огромные сетки. Так что, в общем, наш консюмерский рынок, он тяжелый. Нельзя забывать сотовую розницу, которые тоже, в общем, как бы смотрят, куда можно там двигаться. И, в общем и целом, у нас, на самом деле, что банковская отрасль, что вот B2C-сегмент потребительский, они в погоне за клиент-ориентированностью создают такие продукты, которые делают, с одной стороны, экономику стабильной, с другой стороны, с доступными и понятными товарами, а с другой стороны, в общем, предоставляют новый сервис, новые качества. А тебе что ближе? Корпоративный рынок или розница? Слушай, Знаешь, это как у Познера такой блиц, да? В свое время, тогда еще директор дирекции в Сбире, Вадим Валерьевич Кулик, как-то в шутку сказал, что после выстраивания системы рисков в Сбербанке единственное, самое сложное, на что можно замахнуться, это управление аэропортом. Вот мне, наверное, тоже сейчас ближе к управлению аэропортом, но как-то бойтесь своих желаний. На самом деле, интересно и то, и другое, потому что проектный бизнес сейчас, это, ну, прям как бы, все заново, все с нуля, потому что есть параллельные импортеры, есть рефабрич сервера, которые, значит, на новых платформах, бэушные, планки памяти, диски, и, значит, стоят они вроде как в два раза дешевле, чем самый дешевый оригинал. Ну, то есть, что это? В сборе я имею в виду. Там все, кто... Каждый шусликогроном. Один банковский интегратор, не буду говорить, кто, значит, большой IT-холдинг, вдруг оказывается поставщиком другого крупного банковского игрока. Ну, то есть, это вот все перемешалось. Банку встряхнули. Да, вот там, значит, так получилось, что первая по-настоящему длинная, серьезная работа у меня была связана с гидрологией и химией. В общем, я работал в Росгидромете, в структуре Росгидромета. И я с тех пор выучил очень хорошо, что такое донное отложение. Так вот, сейчас, в общем, все встряхнули, взвеси поднялись. Вот будем ждать, пока у нас образуется донное отложение стабильное. И посмотрим, что это будет за новый рынок. Я обычно этот вопрос задаю самым последним. Но здесь, раз уж про это прошло, а как ты думаешь, как это будет, когда вот донные отложения осядут? Это очень сложно. Предсказать невозможно, потому что это прям... Вот это другой вопрос. Прямо как хочу, я знаю, а как будет. Дело в том, что очень много влияния. Вот смотри, берем проектный бизнес. У нас столько участников формирования рынка. Есть заказчики, которым бы хотелось, чтобы было подешевле. Желательно, чтобы было свое. Было подешевле, было качественно, было стабильно. Желательно, чтобы свое, в смысле, не их, а российское. И самое главное, чтобы это было все доступно во времени. И вот они вот... Задача банка не производить железяку, а задача банка обслуживать танковские операции клиентов. Точно так же, как заводит задача того же самого Росатома, не заниматься производством железа. Опять же, но сейчас у них есть такая задача. У одних, у вторых, можно проводить сколько угодно. Газовый наш монополист. То же самое. Вопрос же в том, что их можно всех объединить. Есть такая ассоциация крупнейших потребителей, программного обеспечения и оборудования. Соответственно, есть их потребности. Есть желание и хотелки так называемых параллельных партнеров, которых очень много, которые сейчас поймали кураж, везут. Они тоже хотят остаться. Есть желание вендоров, которые иностранные, которые все еще с нами сотрудничают. Они хотели бы рынок ограничить, желательно в пользу себя. Но те вендоры, которые есть на рынке, прямо есть-есть, они работают. И их основной вопрос, как бы, ребята, а как бы сделать так? Вот мы вот сейчас вас поддерживаем. Как бы сделать так, что когда все устаканится, чтобы не пришли эти большихи, гиганты, и сказали так, спасибо вам большое, молодцы. Вы тут поддержали, оно наше, передайте обратно. Значит, есть российские производители, которые совершенно неоднородные, потому что есть те, кто занимается, правда, инженерией, есть те, кто занимается перекраской, есть те, кто мало того, что занимается разработкой, есть те, кто пытается сделать процессор. Я сейчас не обсуждаю, правильно или неправильно делать, танцевать на граблях. Вот Риск-Файф – это танец на граблях. Потому что уже был ARM, мы уже понимаем, что это такое. Уже мы видели, в общем, как мы... Нас не просто не произвести было, а мы увидели, что, в общем, та же самая ассоциация ARM, которая якобы open source, чинит препятствия. Все забывают, что Риск-Файф, вообще, по сути, это проект DARPA. Как только мы букву D видим название, аббревиатуру, это значит DEFENSE. Ну, а там дальше. Что такое ARPANET, знаешь? Нет. Интернет нынешний. Проект, опять же, прекрасного Министерства обороны США. И, да, появляются угрозы о том, что сообщество Риск-Файк ограничит китайцев, ограничит нас. Ну, в общем. Но что-то надо делать с процессорами. Поэтому возникает вопрос в том, что одни производители верят в то, что будет Риск-Файф, другие не верят и говорят, дайте нам процессор, наведите нас. Есть государство. То есть, в настоящий момент акторов столько, что предсказать, каким будет будущее, и каким именно нас формируется, наверное, не может никто. Я точно знаю, что могло бы наше правительство, если бы выставило бы не просто стратегию развития, а эту бы стратегию выставило, как в Китае. Потому что, например, в Китае четыре года назад был разговор. Четыре. Девятнадцатый год. Один из вендоров, не буду говорить, какой, чтобы рекламировать лишний раз, говорит мне, слушай, у нас приняли программу, в 2035 году мы должны 60% всех мобильных устройств производить на своих процессорах. Что мы видим в 2024 году? Мы видим Huawei, который заявляет, что он 50 или 70 миллионов устройств произведет на своем процессоре. Значит, есть основания полагать, что к 2035 году они выполнят эту стратегическую программу. Но у них стратегия не меняется. Она вот очень длинная. Ее задали и всех причесали. У нас рынок, ну, как бы, мы стараемся пойти другим путем. В общем, что получится, предсказать невозможно. Можно только формировать. Как бы мне хотелось, мне бы хотелось, чтобы у нас было бы 3-4 сильных вендора с хорошей инженерной школой. Российской. Российской, конечно. В проектном бизнесе, которые, ну, там, один-два из которых, может быть, и все четверо могли бы найти свою нишу за рубежом, а это возможно. и которые бы совместными усилиями создавали бы прям хорошую инженерную школу. Как бы можно замахнуться на... Опять же, на того же Вильяма. на Вильяма. На то, чтобы стать российским HP. Можно. Но нужно ставить соответствующую цель, и нужно туда идти. Не знаешь, как вот вопрос следующий. Казалось бы, что такое принтер формата МФУ, формата А3. Да, в общем, как бы технически не очень сложное устройство на самом деле. Как это сложное? Слушай, вообще в мире никто не заморачивался в том, что вот вдруг может случиться так, что А3 МФУ не будет. На момент начала 22-го года А3 не было ни у нас, ни у китайцев, ни у кого. Были у японцев и американцев. Соответственно, к концу 24-го года возможно будет у китайцев. Мне бы очень хотелось, и как бы у нас такая задача стоит, а тут дальше куча ограничений, сможем мы или нет. Если получится, то у нас к концу 24-го года будет, правда, А3, технология производства МФУ формата А3. То, что мы ее скопировали, да черт ты с ним. Честно, вообще не парюсь ни разу. Ты говоришь стать российским HP, но, по-моему, вы уже замахнулись на это, ведя у себя такое большое производство. У меня в какой-то момент сложилось впечатление, что вы каждый день пишете новости о том, что вы кого-то купили, какая-то новая производственная площадка, еще что-то. Да, потому что то, что ребята строили, я с большим уважением отношусь, кстати, и к их сколдингу, и к Аквариусу, и к Крафтвейу, и к многим другим игрокам, я могу впечатлять, бесконечно и Гравитон, и, соответственно, Депо, и так далее, и тому подобное. Никого не хочу обидеть, вообще сейчас делают очень нелегкое дело на рынке. Очень нелегкое. Но некоторые начали там за 3-4 года до нас, некоторые, как Аквариус, занимаются 30 лет. мы, по сути, нам без году неделя активных 2 года. Как производители. Да, активных 2, как инженерные компании, как софтовые компании. Но мало кто знает, что в настоящий момент F+, это из двух, наверное, уже больше, чем с половиной тысяч народу, 15%, 350 человек, это программисты. Это программисты. инженеров по штату даже говорить не буду страшно. Мы идем в сторону инженерной компании. Да, я тебе, например, скажу, что у того же самого Делла не все свое. Ну, понятно, да. Часть истории, например, теплообмен делают 3-4 дизайн-хаус в мире. И я имею в виду большая эффективность теплообмена эти устройства. Ну, поэтому, когда ты говоришь о том, что там каждый день появлялась какая-то новость, нам нужно было за очень короткое время собрать стек. Мы его собрали в 22-м году. Теперь вот в 23-м мы его перевариваем. Выкристаллизовываем. Кто входит в твой стек, который ты хотел собрать? Ну, прежде всего, это инженерная школа и программисты. Это то, чего нам не хватало. Плюс определенные права и компетенции. Мне повезло на жизненном пути. Сейчас вот мы очень тесно сотрудничаем с Димой Комиссаровым. Авроид и Тавро, да, Тавроид и мессенджер. Скажем так, пока это возможность пользоваться на Авроре Телеграмом, причем уже практически полноценно. Авроид-платформа это наоборот. Это вот есть Аврора, внутри нее поднимается контейнер с приложением соответственно андроидовским. Кроме этого, мы занимаемся гиперскейлом и гиперконвергентными системами. Много чего. Ребята из Баума. Баумановка, это прям они молодцы. Мое отдельное уважение тем людям, которые учили и самим ребятам. и там Принтум тот же самый. Я с гордостью скажу, что это правда единственная полноценная система управления печатью с полным функционалом в настоящий момент. Ну, опять же, готов. Российская. Она изначально разрабатывалась в России. Нет, я уточняю. Это единственная полная. Да, с полным функционалом это тоже софтовики. Много их. инжиниринговая компания. Ребята, которые занимаются проектированием энергоэффективностью, проектированием СОДов своими. Ну, как, опять же, своими. С производством в Китае. Но, тем не менее, по локализациям мы идем. Дизель-генераторов группы компаний Highted. Это достаточно давнейшняя наша. Много чего. Наши партнеры из F+, сетевое оборудование. Мы наконец-то сделали редизайн корпуса. Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки получим реестровые записи на аккумулятор. Причем тяжелые производительные. То есть этого стек этот, он очень большой. Есть некие партнерства. Того, кого мы не пытались ни купить ни насколечко, но просто там есть стратегический партнерство. В том числе разработчики одной из российских операционных систем. Посмотрим на ИБ. Ну, в общем, да, мы изначально шли в то, чтобы закрыть полную линейку. Потому что мы понимаем, что вот есть полная линейка от мобильника на рабочем месте до СХД в ЦОДе, который крутит все программное обеспечение. Давай, говори так, полная линейка чего? IT-оборудование. IT-оборудование. Вот туда мы и идем. А IT-оборудование, оно не может существовать отдельно без софта. А в какой момент произошел вот этот перещелк, что надо быть не только дистрибутором? Ну, потому что это вообще уже не дистрибуторские компетенции про то, что ты говоришь инжиниринг, разработка. в какой момент? Еще раз, у нас дистрибуция остается важным и любимым детищем нашей Альфы и Омегой, потому что мы умеем этим заниматься и будем этим заниматься. Но, опять же, есть дистрибуция, я вот еще раз подчеркну, есть дистрибуция, которая D2C, direct to customer, через marketplace. Там прям огонь команда у меня, я считаю. и традиционная дистрибуция, там, в общем, тоже работают профессионалы, как некоторые 20 лет на рынке, 30 лет на рынке. Поэтому это скорее некий конгломерат. Зачем выбрасывать дистрибуцию? Не, не выбрасывать, я тебя просто спрашиваю про то, вот почему тебе пришла мысль о том, что надо становиться производителем? Что здесь такого? Что-то случилось или просто надо было развиваться? Слушай, эта идея принадлежит на самом деле главному исполнительному директору F+, текущему Михаилу Волкову, который пришел еще в конце, наверное, 18-го года и сказал, давайте делать ОИИМ. Ну, я тогда вот посмотрел, почитал, куда мы двигаемся, это я тебе напомню, там, конец 18-го года, а там все-таки уже там была Т-платформа еще, Т-платформа, там уже Байкал, МЦСТ, там уже импортозамещение. 14-й год-то случился в 14-м году, а не в 18-м. И как бы меня осенило, что возможно, существует риск, ключевое слово. Я как только слышу слово риск, то уже да. Существует риск, что мы можем остаться без вендоров, нужно заниматься локализацией. Ну, как бы, вот мы и пошли локализовываться. Более того, мы с HP Enterprise разговаривали с Сашей Щербиной. В общем, у нас был даже проект руководителя, я имею в виду, российского HP. Тогда у нас был проект о том, чтобы попробовать. они не могли передать, как корпорация американская, права на софт, интеллектуальный, а без него, естественно, железо не вертится. Но они были готовы передавать права на end-of-life оборудование, предыдущего поколения. А надо отметить, что их предыдущее поколение, ну, в общем, оно всем поколениям поколения. Вот. И мы даже, в общем, пытались выкупить у них права без софта, чтобы было хотя бы права на железо. И была мысль о том, чтобы потом пойти потихонечку и этот софт ломанул. Я помню, у вас был же, вы открывали завод даже под Питером, мне кажется. Ой, нет, завод у нас на самом деле под Москвой, недавно построенный. Нет, давно-давно с Хьюлиттом. Это был сборочный производитель. Да, 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 да. Причем правильно ты говоришь. Мы подписали ОИМов, много достаточно. Мы были ОИМ-партнером и HP, и Hitachi, и, кстати, и X-Fusion, с Huawei, и Inspur, и Lenovo. В общем, у нас был очень хороший набор. И изначально под F+, и X-Mark тот же самый, который и толкнул вас в принтер. Ну, я могу тебе сказать, что мы с Бразером, и с Киосером вели разговоры. И мы, в общем, как бы шли по... У нас мейнстрим был понятен. То есть, вот направление было понятно. Мы были китайским рынком с лагом пять лет назад. То есть, они же тоже ограничивали свой рынок и пытались локализовать, и это правильное действие, на самом деле, пытались локализовать и производство, и технологии приземлить. И они тоже начинали ОИМ, сначала ОИМ, а потом это передача технологий, потом создание инженерной школы, и вот здрасте. Сейчас мы все работаем на китайской технике. А сейчас уже настало время переходить от ОИМа к производству, к собственному. Ну, как это, настало оно или нет. Но пришлось. Да, в общем, как бы случилось то, что случилось. Ты только что сказал, что открыли завод под Москвой. Да, ну, опять же, я... Знаешь, мне повезло, я все-таки учился еще по... Наверное, на интересной смеси французского с нижегородским, в хорошем смысле этого слова, опять же, советской школы, и уже, в общем, привносимых каких-то передовых западных мыслей и профессор Ковалев, который, в общем, основоположник нашего финансового менеджмента, и профессор Скалов, который... Он не просто основоположник бухгаловского учета, он один из деятельных реформаторов бухгаловского учета и создателей современной системы бухгаловского учета в Российской Федерации, один из, опять же. Ну, и там много-много кого можно перечислять. И вопрос заключается в том, что я, отвечая про завод, можно сказать просто, да, у нас есть завод, и рассказать, какие мы крутые. Нет, у нас финишная сборка, у нас линия комплектации, там очень важно собирать цепочку кооперации. Есть предприятия, опять же, ну, я стараюсь все-таки не называть партнеров, потому что кого-нибудь забуду, они обидятся. Ну, там есть партнеры, которые производят печатные платы. Вот сейчас я надеюсь, что мы получим печатную плату многослойную, подходящую с нормальной точностью, подходящую под печатную плату для сервера. Зачем самим строить завод, когда коллеги не загружены? А есть... То же самое, вот как бы есть у нас много линий СМТ поверхностного монтажа, то есть микрокомпоненты на текстолит монтируются. Можно привести дурное дело нехитрое, потратить денег и привести линию. Но если они не загружены... Вот в моем понимании меня учили, что завод должен работать в две смены. Безостановочно на семь дней в неделю, соответственно, там закрываясь на профилактические какие-то окна. Поэтому, если я вижу, что линии работают одна из двух и работают в одну смену, то, наверное, проще прийти к ним и к владельцам этой линии. Договориться, давайте мы у вас будем производить поверхностный монтаж. Но конструкторская документация наша, финишная сборка наша, контроль качества наша. Правильно ли я слышу, что в России появляются такие же заводы, такие же предприятия? Да не были, были. Ага. Были. Хорошо. Итак, у вас сейчас финишная сборка, как я поняла, и вы кооперируете с другими компаниями. Я совсем недавно, у меня было интервью тоже с российским производителем, и мы как раз обсуждали про то, что начали наконец-то появляться компании, которые могут сделать не только ПТЗ одно изделие, но и серию, которые будут все изделия похожи друг на друга по нормальной цене. Было бы желание. Так. Ну, можно же унифицировать платы для планшетов. Да, будут разные камеры, разные форм-факторы, разная производительность, разный объем памяти, ну и так далее, и тому подобное. Разные процежи можно разные ставить, даже внутри одного поколения. Но сама-то плата может быть одна и та же. Да, проблема в том, что не могут найти тех, кто сделает определенного объема, определенного качества. Да, брось ты. Их очень много. Много, да? Очень много. Ну вот, я сейчас как-то не хочу делать рекламу нашим партнерам, но их много. Для меня важно, что ты говоришь, что много, что есть. Они есть, они не загружены. У меня был разговор с одним с активистов этого движения, пионеров, я бы сказал. И он говорит, ну, дайте, мы работаем в одну смену, дайте нам загрузиться. А что еще изменилось внутри компании в связи с переходом на новую парадигму? Слушай, ну, на самом-то деле тут же вопрос в том, что мы строим вторую ногу рядом с первой, то есть, как бы, да, и с третьей. Первая? Давай с ногами разбираться. Давай разбираться. Ну, на самом деле, первая, это, естественно, дистрибуция. Внутри дистрибуция есть определенные изменения. Например, да, мы сейчас больше про потребительскую электронику с точки зрения выручки, чем про проектный бизнес. И не потому, что мы не хотим заниматься проектным бизнесом. Просто в некоторые вещи мы не играем. Но мы не возим сомнительного качества дешевое изделие сервера. Если мы понимаем, что мы не можем, то есть, имея наши возможности, договоренности и контакты, мы не можем, то есть, кто-то привозит оборудование в два раза дешевле, чудес не бывает. Понятно, что там просто стоит рефаблиш память, например. Это не секрет. В такие вещи мы не играем. Опять же, если говорить про проектный бизнес, он у нас никуда не делся, он в объеме стабилен, просто у нас потребительская часть подросла. Ровно потому, что поляна освободилась, мы и так ее подъедали постоянно. Последние три года у нас доля потребительской электроники внутри выручки росла вместе с самой выручкой. Опять же, D2C развиваем сами, я имею в виду работу на маркетплейсах. Это все, что касается дистрибутов. Появилось все смарт, которое развивается. Это вторая нога. Второе направление, вторая нога. А еще третья нога появится. Производство, третья нога. Пожалуйста. Ну, собственная разработка. Софт. Я уверен, что мы рано или поздно, да и уже часть софта дистрибутируем за пределы F+. Тот же BAUM, например, собственно, для систем хранения данных. Тот же и платформа Avroid, и Tavro, они будут доступны всем производителям, опять же, кто захочет. Для этого заключить договор, пожалуйста. И ну, принято, мы развиваемся. Да и тот же самый F+, например, имеет двух дистрибьюторов. Даже не как это, Marvel дистрибуция, сзади которой встал F+, нет. У нас подписано дистрибьюторское соглашение с RRC. У нас есть своя партнерская программа, и мы планируем выравнивать, более того, внутри самого F+, у менеджмента одинаковая мотивация от сотрудничества и с RRC, и с Marvel дистрибуцией. там настанет время, подпишем третьего дистрибутора, если нужно. То есть, у тебя F+, это не что-то? Это абсолютно вендор, такой же, как Aquarius, такой же, как Ядро, такой же, как Craftway. Очень много компаний-производителей, которые сейчас появились на рынке, российских в том числе, которые реально не знают, как работать с рынком. Вот как ты видишь производителя своего? Вот что это такое? Ну, нам проще, мы с рынком в общем работали. Надо дойти до наших заказчиков, послушать, и тут все будет понятно. Что нужно заказчикам, они сами говорят. Вопрос, успеем мы сделать или нет. Вопрос в том, что, например, EMS-системы по функциональности и качеству сопоставимой с EMS-системой, давай DELA возьмем, мы чего-то слишком много в нашей жизни, DELA, DELA EMC, но ее нет на рынке. Ровно точно так же, как EMS-система сопоставимой с тем же самым Exusion, Exusion, Huawei. А там есть качественный продукт Astra DEMC, DCM, извини, пожалуйста. Опять же, там тоже не вся функциональность. то есть, куда развиваться есть. Вопрос, будем мы развиваться или нет. Мы, напомню, два года из того отрезка, который был для того, чтобы перестроиться, уже прошло. Сколько мы еще тут будем заниматься выстраиванием, выкрыживанием, административным регулированием, вот этими тарканьями бегами между производителями, регуляторами и потребителями, через некоторое время наше дело правое, победа будет за нами. Соответственно, после этого, я надеюсь, к нам официально вернутся китайские производители, будет тяжело. Всем российским производителям станет существенно тяжелее. А почему? То есть, у нас нет такого объема, на чем тренироваться? Или из-за чего станет так тяжело? И давай сразу, и что нужно сделать, вот что ты считаешь, как производитель вы должны сделать? Во-первых, это расслевой стандарт. Ну, не мы как производители, а мы все вместе. тебе как производитель. Мы все вместе должны выбрать расслевой стандарт. То есть, процессор в стране должен быть один. Тогда он будет хорош. Во-вторых, естественно, что мы сейчас должны не упражняться, как, например, 719-е постановления, например, на печатное устройство, это вот тот самый больной системы, на печатное устройство не принято до сих пор, потому что регулятор молодец, он слушает рынок, слышит рынок и пытается учесть все пожелания на первом этапе, прежде чем закручивать гайки, соответственно, чтобы было максимально возможное количество интересов учтено. Но интересы настолько противоположны, что до сих пор договориться не удалось. Надо как-то договариваться. Опять же, вопрос заключается в том, что должна быть жесткость в исполнении принятых решений. У нас же как суровый закон компенсируется возможностью переноса срока реализации. Вот есть дата, когда мы должны перейти на российское железо в определенной пропорции. Соответственно, вот уверен, что точно где-нибудь кто-нибудь ведет подрывную деятельность о том, что давайте на годик переведем. У нас же нет еще там восьмисокетных серверов. Давайте а нужны они или нет. Ну, вот, понимаешь, меня могут закидать тухлыми яйцами, гневыми помидорами, чем угодно. Но, как сказал в свое время старший вице-президент Ростелекома Кирилл Меньшов, он, в общем-то, он знает, мы программно определяемая страна. Нам повезло. Если бы у нас не было такого развития софта, который позволяет работать на железе любого уровня, то, в общем, наверное, мы бы почувствовали на себе потребителя падение сервиса. Но оно же не произошло. Соответственно, дальше вопрос давайте определяться, на чем мы все-таки работаем. Хотим мы хай-энд сториджа. Ну, тогда давайте делать офсетные контракты. Ну, опять же, с хай-энд сториджами попроще, потому что там софтовая часть ее пишет, и Радикс, и Ядро, и Аквариус, и ВПлюс, и как бы все мы делаем. И дальше только вопрос в железе. Я надеюсь, что и железо мы добудем. Но надо понимать, что вот недавно был национально-промышленный конгресс, там выступал вице-премьер Мантуров, он достаточно четко сказал, что правительство идет в сторону собственной микроэлектроники и производства станков для станков. Вот это нам нужно. Ну, потому что вся наша IT-отрасль, это наши головы, где-то реверс-инженеринг, где-то собственные разработки, я с точки зрения конструкторской документации, как бы чужой процессор и чужая компонентная база. И даже текстолит чужой периодически. Потому что еще раз повторю, что для сложных технических устройств у нас не было текстолита. Но, опять же, выяснилось, что и оборудование где-то есть. И, может быть, есть, но еще посмотрим. Не только направления бизнеса у вас изменились. У тебя изменилась структура собственности компании. Расскажешь про это? Да, мы в 22-м году в марте заключили договор купли-продажи. Сделка точно простая. Опять же, как я шутил, это крупнейшее МНА на рынке IT, такой частный. Соответственно, сейчас бенефициарным владельцем актива Хоунинга является Корнев и Мельников, Корнев Владимир Николаевич. Соответственно, опять же, в общем, структуру можно посмотреть в закрывал и те, кто не закрывал, попали в санкции товарища Зеленского, который нам не товарищ. Ну, бывает. Xiaomi весь менеджмент туда попал тоже. Финальная ли эта структура собственников? Всегда же вопрос не являемся ли мы номинальными держателями. Мы ведем переговоры и рассматриваем возможность сотрудничества с разными инвесторами. Речь о передаче контроля не идет. Речь идет о партнерстве прежде всего, но мы понимаем, что мы с удовольствием с кем-то запартнерились. Я могу сказать, что я надеюсь, что мы и может даже до конца этого года удивим новостями, приятно удивим новостями разными и о нашем стратегическом партнерстве с точки зрения привлечения кого-то к нам и даже в ходе F+, куда-то. Это такое вот обещаю тебе, что там эксплуатирование. Как всегда. Супер. Хорошо. И все-таки я бы хотела вернуться к вопросу про название. Marvel это было название, которое все-все-все знали. Чудо. Это вообще отдельное название. То, что его все знали, все понимали, про что идет речь. Вы прям кардинально поменяли название. Вы теперь Holding F+. в связи в связи с чем? Потому что говорят, что если поменял имя, поменял судьбу. О, как это? Поменял имя, поменял судьбу. Значит, тогда мы, знаешь, эту судьбу поменяли очень давно. F+, как торговая, собственно, торговая марка существует достаточно давно. И компания F+, Mobile существует тоже достаточно давно в структуре холлинга. И мы начали развивать STM, собственные торговые марки на рынке потребительской электроники, дай бог памяти, в 2018, наверное, году. Почему F+, да, почему-то вынес F+, ну, почему вы вынесли F+, ну, потому что мы больше, чем Marvel дистрибуция. Мы, более того, ну, как бы, еще раз скажу, дистрибуция наша любимая детища. Но, опять же, вот мы развиваем бренд все смарт с точки зрения восприятия употребителей. Бренд Marvel это B2B бренд. F+, это производители. И в определенный момент пришлось столкнуться с тем, что смешно, пишу письмо за своей подписью, пишу, первый заместитель, я еще был первый заместитель генерального директора F+, генеральным директором был Владимир Николаевич Корнев, мой партнер. Соответственно, значит, вот, пишу, прошу нас включить в состав определенной комиссии. Нам говорят, вы кто? Ого! Значит, мы говорим, ну, мы тут IT-холминг, Marvel, что ли? Я говорю, да, Marvel. Они говорят, а зачем дистрибутору идти в эту комиссию? Я говорю, подождите, вот сюда идет производитель. И вопрос стал именно о том, а кто мы все-таки? Если мы, ну, если F+, это STM Marvel, то не надо играть в инжиниринг, не надо играть в программирование, не надо играть в производителя. Опять же, STM, это STM, это не российский HP, не российский Dell. вырастим мы даже не ядро, понимаешь? То же самое аквариус, это, ну, как бы, он же вышел из УСС. Да, это же не УСС, а было время, когда аквариус воспринимали, какая это УСС. И, ну, аквариус это полноценный производитель. Поэтому в определенный момент возникла потребность все-таки самоидентификации. Понимаешь, как раз мы начали мыслить сменами фамилии со сменой судьбы, а еще сначала идет сепарация от родителей, самоидентификация, вот как бы вопрос самоидентификации. Поэтому, да, F+, вынесен. Потому что все смарт, это F+, скорее, чем Marvel. Давай тогда, кто вы такие сейчас? Как ты отвечаешь, вот если кратко, на этот вопрос? Меня неделю назад троллил, да позволит мне целый федеральный министр такое слово в его адрес. надо мной иронизировал Макс Шадаев на апкете твоей коллеги публикуют разного рода небылицы. Крупнейшая IT-компания, IT-холдинг, F+, сконцентрирован в руках. Вот еще раз, мы не пытаемся стать крупнейшим, эти лавры нам приятны, в общем, не нужны. Мы IT-холдинг, который занимается обеспечением доступа к технологиям и потребителей частных лиц, и потребителей компаний, и потребителей государств. Наша основная задача обеспечить доступ к технологиям и сотрудничество людей через эти технологии. Собственно, вот кто мы такие. И мы это делаем разными средствами. И тем, что приближаем технологии к потребителям конечным, и тут тебе все смарт. и тем, что сами обеспечиваем наличие технологий, если кто-то вдруг ушел, и тут тебе, или даже просто не ушел, но тем не менее, мы можем обеспечить что-то лучше и конкурентноспособнее, и качественнее. Вот тебе и плюс. И мы поддерживаем связь между вендорами и потребителями, производителями и потребителями. Вот тебе дистрибуция. Супер. И я помню то интервью, мы очень много с тобой разговаривали про стратегию, которая была два года назад. Прямо очень много мы протягивали прям очень большие такие планы. Скажи, пожалуйста, а вот если бы ты тогда знал, что будет в 2022 году, чего бы ты не сделал? Хорошая такая история. Или что бы ты посоветовал тому? Лучше бы сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. что бы я или что бы ты посоветовал? Что бы я точно не сделал? Вот я бы наверное, хотя не факт, я бы наверное, вот единственное, что я бы не сделал, это точно, я бы не побежал бы закупать в 2022 году подряд все, что сделали все дистрибуторы. сейчас рынок открылся, дефицит будет, давайте привезем. Потом у кого-то ноутбуки лежат, у кого-то холодильники, у кого-то кондиционеры, у кого-то самокаты, понимаешь, все в одинаковые. Вот это единственное, что бы я изменил. На самом деле 22-й год был удивительный то, что с одной стороны все решили, что сейчас будет дефицит, поэтому срочно и место освободилось, срочно надо тащить. С другой стороны, меры, которые, это же, ну как это, удивились все, как в том анекдоте, удивился Бэтмен, удивилась Белоснежка, но больше всех удивился человек-невидимка, понимаешь. Так вот, Штаты, это человек-невидимка, потому что вместе с ЕСом, потому что они наложили санкции, они думали, что в общем, как бы нам будет плохо, а вышло так, что эффект был совершенно обратный. И в этом смысле конечно нужно было есть у меня есть хороший старший товарищ из известных в общем направлений деятельности, который говорит, что выдержка обычно обратная сторона стремительности. Поэтому надо было подождать недели три-четыре, а может и месяца два-три. И возможно тогда это стратегия или по крайней мере не бежать на те рынки, где нас не было. Но опять же опыт дитя ошибок трудных и в этом смысле очень многие компетенции свои улучшили. Поэтому по большому счету да в общем ничего бы наверное не менял бы. и давай тогда последний вопрос знаешь какой мне вот хочется посмотреть каким ты видишь свое детище через три года опять так протянуть лучше в эту сторону в будущее можно в любую сторону через три года. Я понимаю что в нашем мире планы на три года вообще никто не строит дай бог построить горизонт стратегического планирования три месяца сегодня вечер три месяца не сегодня вечер три месяца потому что сил влияющих на но это же не значит что не надо мечтать и не надо смотреть я хочу мечту дай мне мечту честно я тебе могу сказать что я бы конечно видел бы ну во первых у нас развивающиеся компании меняющиеся во вторых точно международные мы и так международные да я напомню что у нас есть Браво Казахстан например вот но международные в плане не только отдельно стоящего дистрибутора но именно выхода на международные рынки международным вендором абсолютно точно и с тем чтобы сам по себе и в плюс точно входил в тройку российских IT-производителей супер спасибо тебе большое спасибо что выбрал время спасибо тебе большое что пригласил я люблю наши встречи поэтому с удовольствием зовите еще обязательно спасибо спасибо